Всем привет, народ! Сегодня четверг, с вами Ани Рэль. Как обычно, давайте я вам расскажу, какие новости произошли у нас и в Китае. У нас новости исключительно классные. В Китае тоже очень много чего произошло интересненького. Во-первых, в самых главных, нам внезапно, вдруг откуда ни возьмись, дали снова бонусы на драконов, Аники, Анжелику, Бонды и вот на все-все-все-все вот это. Очередной раз мы в течение недели можем почувствовать себя, как будто мы донатим на специальное благословление, которое дает дополнительные Аники и драконов. Те, кто на них и так донатят, могут почувствовать себя вообще супер-классными, у них будет три бонуса. Обожаю такие штуки, мне всегда их не хватает, хотя я все продолжаю держаться и не беру покупные эти бонусы, насколько вы знаете. Еще более крутой ивент. 18 гофов теперь в день. То есть кроме трех персонажей, которых вы апаете в день, можно сейчас выбрать еще трех. Я своих уже выбрала, на самом деле выбрала я двух, потому что я сейчас отдаю 4 гейта Берну и 4 гейта Альте Муллеру. И у меня остается только один лишний, которым я могу распоряжаться. Всегда самое вообще лучшее, что могут нам дать разработчики, это дополнительная возможность прокачать больше персонажей. Лучше этого, не знаю, только бесплатная раздача просто. Счастье полной штаны, вы меня поняли. И, как обычно, ровно за неделю до нового баннера, на котором все готовятся разориться на Хильду и Вернера, нам выкатывают мачо-лотто с просто невероятно хорошенькой Акаей. Единственное, что спасает все мои финансы, поющие романсы, от вытягивания этого скинчика на все деньги, это, во-первых, то, что у меня банально нету нифига кристаллов, а, во-вторых, потому что у меня нету нифига Акаи. Так что, ну, не зачем мне ее тянуть. Когда-нибудь, я надеюсь, все-таки она у меня появится. Скин, конечно, офигенный и вряд ли когда-либо его повторят. Об этом чуть позже, кстати, в конце видео, насчет повторения мачо-лотто скинов. Спойлер, спойлер. Но, тем не менее, давайте потянем на камеру стандартные, наверное, 4 тяга. Хотя с моими финансами лучше даже и 4-то не тянуть. Но хочется. Почему 4 я говорила раньше, но давайте повторюсь снова. Здесь специально подкрученный шанс на самый главный приз. Вот на этот. И с первых трех потягов он, в принципе, выпустить не может. А с четвертого может, но с очень маленьким шансом. Три бронзы. Моя удача не перестает меня восхищать, ребят. Просто восхищать. Кстати. А я вот это сейчас был очень удачно. Так что, да, забираю свои слова обратно. Скин-ваучеры. Это после, конечно, балденского скинчика. Это самое классное, что я могу вытащить в мачо-лотто. Так что, будем считать, что я довольна. Более-менее. И давайте переходить к другим новостям. Давайте я скажу отдельно. Сейчас идет ивент Сакура Страйк Форс. Там уже начались, открылись челленджи. И у меня на канале есть специальный плейлист, в котором я показываю в 2019 году, как я, героями 60 уровня, эти челленджи проходила там на последнем издыхании. Мне кажется, что такие прохождения будут максимально полезны для всех, потому что повторить прохождение моими перекачанными 70-ми может не каждая. Повторить прохождение, сделанное год назад моими бомжатскими 60-ми героями вам будет намного проще. Поэтому второй раз записывать прохождение я не буду. В ссылке в описании я обязательно оставлю плейлист, в котором это все указано. Плюс, если вы не видели объявления на канале, я еще оставлю специальную ссылку на Reddit, где говорится, что надо ответить в диалогах с девочками, которые здесь иногда появляются, чтобы вам дали дополнительных 50 цветочков за такой диалог. Как обычно, всем советую забрать все возможные награды. Я тут уже немножко пощипала. Айрис прокачала к своему величайшему удовольствию до 6 звезд. Тут очень много всего классного, включая скин ваучера, опять же, целых 5,840. Здесь есть SSR аксессуар. Просто ваучеры никогда не будут лишними. Специальные коробочки Аники, которые старые еще 2019 года, поэтому в них 5 всего предметов, а не 7. Но, тем не менее, они очень классные. Так что всем фармить. Прям реально не пропускайте этот ивент. Ну и последнее, что у нас появилось на сервере, на глобалочке, это суперткий баннер Ландиус Юля Джаглер. Я про этот баннер рассказываю, наверное, уже раз третий или четвертый, потому что за время ведения моего канала его постоянно повторяют именно в таком составе. Это очень часто возвращающийся баннер, потому что в нем суперкрутые персонажи для именно новых игроков. Поэтому сразу скажу спойлер-спойлер. Если у вас кого-то нету из этих персонажей, постарайтесь вытащить хотя бы одного, хотя бы гаранта. Точно так же, как и на прошлой неделе, на этом баннере есть внизу полосочка, что первый СССР-герой, которого вы призовете, будет гарантирован тот из этого баннера, из этих троих, кого у вас нет. Поэтому если у вас хоть кого-то нет, у вас будет гарантирован его. Если у вас есть все трое, то для вас этот баннер превращается в просто баннер с повышенным шансом и уже становится не таким классным и привлекательным. У меня в этом баннере есть все три героя, и более того, у меня все три героя шести звезд. То есть вы можете догадаться, насколько я считаю, что они полезные и крутые. Давайте поподробнее. Ландиус на данный момент в ПВП, но не всех, конечно, интересует ПВП, я понимаю, в ПВП сейчас он уступает свое стандартное место Супертанка, потому что вместе с ним сейчас не такой активный в ПВП становится фракция Елес, фракционный баф, который он несет. Сейчас его немножко слегка стараются заменить Лединым, не особенно успешно, потому что Ландиус намного лучше Лединым в ПВП, из-за того, что он может отвечать в ренже, магам, лучникам и всем-всем-всем. И на следующей неделе мы ждем Хильду для того, чтобы окончательно его заменить, потому что Хильда примерно тот же самый Ландиус, но для фракции Реинкарнации. Реинкарнация у нас, кстати, вот, если кто-то забыл. Реинкарнейшн Тенсей. То есть, во-первых, ни в коем случае не считайте, что Ландиус хуже, чем Хильда. Я так хайплю Хильду только из-за того, что у меня и Ландиус, и Джаглер уже шить звезд, и мне хочется кого-то другого. Если у вас нету никого из них, то вполне возможно, что вам проще будет прокачать именно одного из этих танков. Единственное, что учтите, это моя большая боль. Для того, чтобы открыть атаку Бонд Ландиусу, нужна Рейчел. А так как у него защита завязана на атаке, он танкует за счет атаки. У нас обычно наоборот бывает. У нас такие танки, как Джаглер, они атакуют за счет дефенса, а Ландиус, наоборот, танчит за счет атаки. И атаку ему блокирует Рейчел. Это надо понимать. Без Рейчел он будет сильно слабее. Тем не менее, он шикарен. Он не дает вас больно бить критическими уронами благодаря своей ауре. Он самовоскрешается благодаря пассивочке. Он несет фракционный баф для Елисов. Самый лучший фракционный баф, который только возможен для Елисов. Очень простой и очень сильный. Плюс он имеет кучу всяких разных других способностей, типа возможность кого-нибудь застанеть, хотя этим пользуются редко. Супер Скиландиус. Сейчас я прохожу весь ПВЕ-контент только им. По сути, я забросила своего Ледина, даже несмотря на то, что он 6 звезд. Юля. Юлечка наша. Сюжетная девочка. В данный момент она с триумфом возвращается в ПВП благодаря тому, что фракции Мифик, которой она принадлежит, и фракция Лиги Дженов Глори, глава которой сейчас СП Элвин, тоже вернувшийся триумфально в ПВП, он взял вместе с собой Юлю, и Юля просто жжет. Как я говорила в обзоре на этого персонажа, это такой микс Элвина и Крис, в том смысле, что она атакует с Ринджа, ото всех атак хилится, и плюс у нее еще есть на 6 звездах до трех эффектов самовоскрешения, если ее ваншотают. То есть у нее определенное количество ХП, если у нее оно есть, то если ее убиваешь, она воскрешается. Если ХП ниже, то она уже воскреситься не сможет, об этом надо помнить, но это не так важно. У нее есть куча пассивных возможностей подхилить команду, но все эти возможности они с атаки, поэтому нельзя считать, что Юля это хилер, Юля это в первую очередь большой-пребольшой урон, а только потом возможность подхилить после атаки, если у нее есть нужные пассивки или нужное оружие. Ну то есть Крис, Крис делает абсолютно то же самое, она не хилит, если она не смогла проатаковать. Очень сильный дамагер, гроза ПВП, умеет отрубать ноги, минус 3 мобильности, сжет в ПВП и во многих ПВЕ челленджах, кстати, к слову, тоже. Обожаю эту девочку. И опять добавила ее в свой ПВП-бокс, не нарадуюсь. Ну и самый, мой, самый просто суперлюбимый танк, самый лучший мальчик, песик, джаглер. На него гайд у меня есть тоже. Он незаменим как в ПВЕ, так и в ПВП, причем в ПВЕ самого высокого уровня, например, в древнем Зове, где, например, Фенрира, он выхиливает соло. То есть мы не берем хилов вообще на этот бой. У нас всем хилом занимается танк, потому что каждый раз, когда его бьют, он отхиливает вообще всех союзников на очень много. Эта пассивка у него просто имба. Еще одна имба это его личный предмет, который дает ему возможность экипировать любое количество очков, скиллов во все слоты. То есть у меня джаглер сейчас ходит со скиллами 3, 2 и 2. При максимальном как бы 6 ему не важно. Основной его класс конечно же танк это гидра, а не то, что здесь нарисован дракон. Он умеет давать фракционный баф, кстати говоря, об этом часто забывают, потому что он не хочет его носить. Фракционный баф для зеленой фракции. Умеет защищать от фиксированного урона всех вокруг, прыгать, отрубать ноги, когда прыгает, защищать от фиксированного урона и просто танчить. Плюс, если он находится в воде, и он сам может делать себе так, что он находится в воде, он может так больно откусить врага, при этом, опять же, запрещая ему двигаться, что мне вот, если вы смотрели мое недавнее видео, мне джагглерс 3300 атаки просто взял и ваншотнул танка. Вот такой вот у нас милый пушистый песик, который говорит, что драться он совсем не любит. просто сразу голову отрубает. Я думаю, что вы поняли общий итог баннера. Офигенный персонаж, офигенный персонаж, имбовый офигенный персонаж. Если у вас кого-то из них нет, обязательно заведите себе изо всех сил советую. И на этом новости глобалки пока все. Давайте переходить к новостям Китая, там очень интересно. Итак, я снова с вами и вторая часть новости из Китая. У нас анонсирован новый коллаб с аниме Running Warriors, который я, конечно же, не смотрела, но может быть, смотрел кто-то из вас. Нас ожидают два ССР-персонажа. Это Рео и я еще не запомнила ее имя. Каюра. И ССР-персонаж, которого будут, скорее всего, выдавать бесплатно, как всегда в таких случаях бывает, это Тома Хашиба. Кто это такие? Думаю, те, кто смотрели аниме, смогут рассказать в комментариях лучше, чем смогу это сделать я. Я лишь расскажу, что они будут уметь. Звездой этого баннера ожидается Каюра. Или Каюра. Не знаю точно. Это наш первый ассасин, как вы можете видеть, даже по арту с двумя клинками, но это ассасин маг на интеллекте. Талант. Когда она атакует и вступает в бой, игнорирует до 20% на 6 звездах мдеф цели и увеличивает крит хит и крит урон тоже до 20%. Если она получает ау-е урон, она восстанавливает хп себе и союзникам с наименьшим хп в сумме от 1,5 до 3х своего интеллекта. Ее трехочковый скилл мы теперь сразу смотрим сюда. Пассивно. Если у нее есть как минимум 5 союзников, интеллект плюс 10%, мувы плюс 3, физически получаемый урон минус 20%. Где-то на просторах интернетика уже валяется видео на тему того, какой у радиус атаки вплоть до 11, потому что у нее своих мувов 3, если у нее есть союзники еще плюс 3, 6, радиус атаки вот этой штуки еще 3, если ей дать посох Рейчел, то это будет 4 радиус. Магический урон игнорирует гвард, атакует одного врага на 1,6 урона, прежде чем она вступает в бой, радиус солдат она тоже добавляет плюс 1. После окончания хода дисплей 3 дебафа и восстанавливает 3x интеллекта всем союзникам в радиусе 3 клеток. То есть мало того, что она еще и бьет мимо гварда и очень больно и вместе с солдатами, но она еще и заодно всех похилит. Почему бы и нет? Классов у нее 2, ассасин и холик. Причем, как я поняла, что и в ассасине и в холике она на интеллекте. Но это пока не точно, потому что мы еще не видели ее в действии. Во всех холик-классах, во-первых, у нее есть госпол. Нам как раз не хватало персонажей с госполом, правда? И куча всяких разных атакующих скиллов по типу Крис, где мили солдаты тоже атакуют. Но я уже видела в ролике у нее есть ведьмочки-солдаты, поэтому ей не особо важно иметь при себе милишников. Возможно, радиус для защиты. Пока что это выглядит как палом паломов и пауэркрип, потому что у нее бешеный радиус. Правда, он действует только если все союзники живы, так что это теоретически, наверное, можно ей обломать, если задаться такой целью. То есть, если против вас у врага есть кайера, вы типа пытаетесь первым делом бить не ее, а кого-то другого. И бац, у нее уже нет пяти союзников, она уже не такая страшная. Возможно, так. Выглядит как жесть. Плюс мне очень нравятся ее фракции Дарки, Мифики и Коллабы. Но лучше сложно придумать было, раньше, что еще запихнуть ей Тенсе и Глориков тоже сюда. Классная фракция. Рио, с другой стороны, это такой у нас очень злобный мечник. Атака защита плюс там сколько-то до 25%. Когда он атакует, вступает в бой, он не умрет, если его смертельно, скажем так, ранят. Вместо этого он откатится на то ХП, которое было до начала боя. Это может случиться от одного на трех звездах до трех раз на шести звездах раз за бой. Прежде чем он атакует, вступает в бой, или если он заканчивает ход в красной зоне, он получает специальную броню, наносимый урон плюс до 15%, получаемый урон минус до 30%, мув плюс 1, иммунитет ко всем дебафам. Такой самый госпол. Действует три хода, не иммунится, не диспелится. Но получает он такой эффект только один раз за шесть и только на шести звездах один раз за пять ходов. То есть это не там прям совсем дичь какая-то поломанная. Но еще у него есть трехочковый скилл. Пассивно он накладывает на врагов физический урон получаемый плюс 10% на один ход. Если на нем есть его броня, то 15%. Атакующая часть атакует одного врага, наносит полтора икс урона. Прежде чем вступить в бой, все враги в радиусе двух клеток от него не могут воскрешаться. Это дебаф, который действует один ход и работает только на арене, понятное дело. Если на нем его броня, которую он может на себе настакивать, тогда он атакует дважды этим скиллом. То есть полтора икс, потом еще раз полтора икс. Что здесь важно понять? Это звучит очень страшно, запрет ревайва, но здесь нигде не написано, что это пробивает иммунитеты к дебафам и нигде не написано, что это не диспелится. То есть теоретически, если ваш оппонент зевнет, то его, конечно, можно танку ваншотнуть, типа Ландиуса и кого там, Хильды. С другой стороны, надо очень сильно зевнуть реально, чтобы это можно было прям гарантированно пробить. Плюс у него классы, как я вижу, Мечник и Холик. И пока непонятно, Холик у него есть второй суперкласс. Скорее всего, есть. Так что Мечник, Мечники, они в принципе сильные, но против них очень легко быть конницей и тогда он вам ничего не сделает. Поживем, посмотрим, как я уже сказала, пока что подружка наша Кайора Кайора выглядит намного сильнее, чем ее партнер по баннеру. Хотя это обычно всегда так бывает. И с другой стороны, в коллабах потом обычно выясняется, что и тот персонаж, и другой персонаж оба классные. И третий Лучник. Я не буду проезжаться по его арту, я думаю, вы сами все поймете. Не имеет особо никаких прям супер интересных способностей, кроме того, что да, он Лучник. Он СР. Из СР персонажей заиграли единственные коллабные те, которые были хиллерами. Это Айрис и Клоза. Всякие Лучники не заиграли вообще нифига. Из интересного, что он умеет, я хочу обратить внимание только на то, что у него тоже иммунитет ко всем дебафам на три хода не иммунится и не диспелится. Еще плюс один рейндж, но это не так страшно. То есть он такой же как Рео, но не на стероидах и лучник. Я не заинтересована. Сорян. Разумеется, все эти три персонажа получают трехочковые скиллы и вместе с ними трехочковый скилл получает наша всенародная любимица Демон Вайфули Стелл. Стоимость 3, Клудаун 4, Радиус 3, и АОЕ Радиус Спан 3. Атакует нескольких врагов в радиусе, наносит 0,3 ХАОЕ урона, всех, кого она попала, получает дебаф, весь исходящий хил конвертируется вместо этого в урон равный 35% хила. На один ход, но не диспелится. Вот я обожаю, когда такое пишут в эффектах, что это не диспелится, зато иммуницу, не забудьте про это, то есть какая-нибудь розенция просто сделает так, что вам наплевать на это. Но, при этом, все клетки, на которых она скастила свой трехочковый скилл, получают эффект кровавое болото, когда враг заканчивает ход на такой клетке, на них накладывается Curse of Wounding, проклятие, равное ее таланту Листел. То есть, напоминаем, Curse of Wounding это когда вашу цель лечат, отмените лечение и вместо этого нанесите урон равный от 20 до 50 процентов хила. Первый раз, когда мы в принципе задумаемся о том, чтобы прокачать Листел наконец 6 звезд. Наверное. Хорошая новость в том, что это выглядит отвратительно, но иммунится. Это не диспелится, но иммунится. Слава богу. Иначе была бы полная жесть. И последний, кому дают трехочковый скилл, это Ланс. Если хоть кого-нибудь интересует, какой трехочковый скилл дали Лансу, напишите в комментариях. Ну и на всякий случай расскажу. Его продолжают пушить все дальше в сторону того, что он должен быть смешанными войсками. Это уже было в его личной шмотке, теперь это в его трехочковом скилле. Ему дается дополнительный бонус против летающих и кавалерии, его хилят до боя. А активная часть, если он состоит из разных войск, героев и войск, то он получает бонусы в Индрайд, это не особо сильный бонус, и он может двигаться через любую, через любые клетки. Если он побеждает врага, кулдау минус 3. Ну серьезно, это Лансу, это вообще ничего не даст. Из ниши нафиг никому не нужен, периодически носят фракционный баф для Империи, он не вылезет. Сарямба. Реально. В отличие какого-нибудь Эгберта или Эмерика, он вообще ничего интересного не приносит в игру. Никакого уникального геймплея. На этом с трехочковыми скиллами все. Дальше новости у нас в том, что дают дополнительные уникальные шмотки, кларет и омеги. Я тут опять же, в случае кларет я почему-то совсем не впечатлена. Это шлем, хп плюс 10%, если в радиусе двух клеток от нее нет союзников, после окончания хода она лечит 15% хп и когда ее атакуют, наносимый урон у нее повышается на 20%, получаемость снижается на 20%. Здесь моя главная претензия состоит в том, что кларет даже не так, не кларет, а нам, пользователям, скажем, кларет немножко наплевать на то, что с ней будет после того, как она влетит. То есть, конечно, неплохо было бы, чтобы она, конечно, могла выжить после своего влета, но единственное, что ей действительно нужно, это больше атакующей силы в тот момент, когда она влетает, чтобы она могла уничтожить вражеского танка, потому что сейчас она периодически, ей не хватает урона, может быть, такое. Ну, может быть, такое довольно часто, на самом деле, именно поэтому я от нее отказалась. если бы ей этот наносимый урон плюс 20 и получаемый минус 20 давали на атаке, это была бы имба, это было бы офигенно. То, что она там может немножко подхилиться и чуть-чуть лучше жить после того, как она влетит, ну, я не могу сказать, что это совсем бесполезно, но неинтересно. Вот. Насчет шапки омеги, это тоже шапка, тоже хп плюс 10%, после того, как мы скиллом убиваем врага, кул дан этого скилла снижается на 2 и получает эффект омега, скилл, это навык, напомню, плюс 20% и мувы плюс 2 на 1 ход. Вот это хорошая штука, учитывая будущий трехочковый скилл омеги и, в принципе, его убивательную способность, если вам хватает атаки для того, чтобы убить врага, вы сможете убивать очень много врагов очень часто и будете очень страшными. Главная проблема омеги в том, что ему часто в пвп не хватает атаки для того, чтобы убить. Как это решать будет, это уже будет касаться каждого отдельного игрока и его именно омеги. В пве эта шапка будет просто великолепной, просто машина убийств. Чупок, 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 всех отчупокали. Красота. И последнее, о чем я вам хочу сказать, в преддверии, я знаю, я уже всех задолбал, но тем не менее, в преддверии Хильды, которая ждет нас на следующей неделе. Нас ожидает баннер Вернер Хильда и плохая новость состоит в том, что оба этих персонажа в будущем, обозримом будущем, не появляются в фокусных баннерах. Обычно все-таки было такое, что повторяют персонажи из баннера, например, Розенцель и Клотар. Клотар в нефокусном баннере с Виллером на двоих, а Розенцель в фокусном с Эмилией и Ликарис. Это в июне будет, если что. Здесь же ситуация получилась другая и достаточно неприятная. Вернера и Хильду. Вернера у нас повторили первый раз в тот момент, когда в Китае был День Святого Валентина, и он попал в баннер с Розалией. Парочек. Там типа Луна и Дихард и Розалия и Вернер. Вот эти два баннера. Так что Вернер будет в баннере с Розалией. Нефокусном. Вы можете, конечно, скорее всего, если это реально будет ивент в честь Дня Святого Валентина, трейдить шарды одного в шарды другого, не дожидаясь шести звезд. Но баннер нефокусный. И мы только что буквально вот сегодня получили слив баннера, который будет после коллабного баннера с Ронинами. И мы видим, что Хильда находится в нефокусном баннере вместе с Юлией. Так что если вы надеялись вытащить Хильду когда-нибудь потом в фокусном баннере или Вернера точно так же, оставьте надежду всяк сюда входящей. По крайней мере, до конца августа этого года нам ничего такого не светит. Обзор на баннеры я еще все пытаюсь сделать, но пока еще нет. Надеюсь, что сделаю скоро. И на этом возьму... А, нет, на этом еще не все. Еще очень важная новость, которую я тизила в самом начале видео. Пришли скриншотики с Китая со специального магазина, где можно купить любые мачо-лотто скины из всех, которые когда-либо были релизованы в игре. Я из конкретно из этих сохну по Гизаролу, я тогда его не взяла и очень жалею. Хотя Гизаролом я не пользуюсь. Так что жалею чуть меньше. Всем известный скин на Кварет, на Мистери Найт я ими активно пользуюсь. Виллер тоже у меня есть, кстати, Джаглера я взяла. Очень крутой скин на Ландиуса. В чем подвох, спросите вы? Подвох очень прост. Это только за донат. Будет ивент в течение 14 дней. За 14 дней вы можете дважды купить вот такой вот токен. 0 из 2, как вы видите на скриншоте. Токен стоит 188 юаней. Это немножко больше, чем 2000 рублей. Переводя на рубли. И у вас может быть максимум 2 таких токена. За такой токен вы можете купить абсолютно любой скин из пропущенных вами скинов Мачо Лотта. Делайте с этой информацией что хотите, что называется. А у меня на сегодня новости закончились. С вами была Аня Рель. Рада была всех вас видеть, слышать. Всем удачи в баннере. Обязательно расскажите, вытянули ли вы классных новых персонажей. Баннер очень крутой. И всем пока-пока.